Какой Азур? Какие мексиканские визы? Какая Япония в вашем паспорте? Каким цветом у вас паспорт? Куда вы лезете? Какие Турции? Какая пересадка? Что за загранпаспорта, слепленная из трех частей? Ребята, очнитесь! Какие самостоятельные перемещения по Мексике? Каждый полицейский таможник, каждый пограничник этой страны мечтает лишь об одном. Вас остановить и забрать ваши деньги. За то, что вы приехали в Мексику, за то, что вы двигаетесь в сторону границы, за то, что у вас большая семья и огромные сумки. Неважно, как вы едете, внутренними перелетами, на автобусе, в Тихуану вы приехали или в Мехикале. У этих людей нехватка денег. Вопрос кейса, вопрос разделения семьи, вопрос содержания в дотационном центре, в дотейшн-центре. Вы приехали в Мексику всей семьей. Не факт, что вас выпустят всех вместе. Возможно, кого-то из вас оставят. И вот когда вы окажетесь в дотейшн-центре, вот тогда у вас возникнет вопрос, а где мой кейс и с чем мне идти, и что мне говорить. Ладно, ваша семья оказалась на свободе, взяли адвоката, адвокат взял с них много-много денег, начал советовать, какое направление выбрать. А теперь то, что касается дотейшн-центра. Дотейшн-центр может быть любой, в любом штате. В этом штате своя судебная практика, в этом штате свое направление кейса на убежище. Есть выигрышные направления, есть невыигрышные направления, зависит от штата. Есть такие штаты, где живут националисты. Они относятся к русскоговорящим, вы для них граждане бывшего Советского Союза, очень негативно. И задача этих людей будет вас потопить. Что касается адвоката, о которых так много все любят говорить, адвокат в процессе иммиграции занимается только формами, только заполнениями форм. И адвокат в иммиграционном лагере предоставляется бесплатно. Возникает вопрос, а если нет русскоговорящего адвоката? И вот здесь три знака вопроса к вашему поручителю. Поручитель нужен для того, чтобы не только обеспечивать ваш статус пароля, выход вас под статус пароля, но также он должен с вами созваниваться каждый день по 2-3 раза, как у нас это делает Алекс, который находится в Нью-Йорке и курирует наших клиентов. Он переправляет документы, он знает, где его клиент, в каком иммиграционном лагере и какой судебный округ предстоит для разбирательства. Он знает, какие направления кейса выигрышные. У нас были случаи, когда мы редактировали кейс и усиливали то, что на самом деле для нас когда-то не имело значения. То есть мы знали, что у человека есть сильные стороны такие-то и слабые такие-то. Но когда человек оказался в дотейшн-центре, в том штате, где на это не обращают внимания, а на это обращают, мы просто переделали кейс и подстраивались к судебной практике именно того округа, где человек находится. Можно выйти с помощью бонда, можно сидеть в иммиграционном лагере и проходить весь процесс там. Это очень серьезный путь, ребята. И продумывать нужно каждую деталь. 99% людей, которые сегодня находятся в иммиграционных лагерях, которые приехали за деньги, с фальшивыми паспортами, сидят там и готовятся к депортации. Потому что у них нет ничего, у них нет элементарного направления, за которое можно зацепиться. И вот сейчас возникает вопрос. Все эти советчики, которые сидят и открывают свои рты, ребята, вы отстали от жизни, вы не понимаете в этом ничего. Почему в процессе два психолога? Почему в процессе куратор и аккредитованный журналист? Если можно просто приходи, скажи, и мы сейчас тебе посоветуем. Потому что кейс должен состоять на 100% из правды. И из-за этого психологи московской компании работают с клиентом по 7-10 дней, по 2-3 часа в день. Да, вы оказались в дотейшн-центре, пообщались с людьми, пообщались с бесплатными адвокатами и видите, что ваш кейс слабый. Как это устраняется? Вы созваниваете со своим куратором в США и говорите, что здесь судебная практика. На это вот то, что у меня является сильным, смотрит не так, как, например, в другом штате. Подключается журналист, смотрит судебную практику по этому штату, по этому судебному округу, делает корректировку, исходя из того, что у вас есть, берет то, что было когда-то слабым и делает это сильным. Усиливает это, добавляет что-то, но это стопроцентная правда, а не просто так, давай я сейчас тебе посоветую, что сказать, как советуют блогеры. Теперь то, что связано с правдой. Америка принимает всех. Америка не прощает лжи. Подумайте об этом. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует...